Особо приветствую ребят, которые будут смотреть все это в записи. У нас есть YouTube, на котором записи сохраняются, плюс будет выложена короткая версия. То, что говорится обычно до обсуждения, зачитки ваших комментариев и так далее. Просто мой экспресс-комментарий по игре и вообще по всему, что у нас было на, наверное, этой неделе. Ну, начну я не так далеко, кратко, да, о матче с Сочи, в котором травму получает Антон Миранчук. Получает он ее аж там где-то на пятой минуте. Долго спорит с Корлицким, что нужна ему помощь, не нужна помощь. Прямо в таких вот серьезных тонах они спорили. И потом еще через две минуты Миранчук просто сел на поле и оказалось, что у него перелом пятой плюсневой кости. Это серьезная травма, восстановление может занимать, ну, зависит от организма, зависит от серьезности, да, этого перелома, смещения, которые часто бывают. Кто-то за месяц вылечивается, кто-то, как Неймар, там три месяца валяется с одной и той же травмой и никак ее не может залечить. Очень противная, очень мерзкая травма Антону удачи. Но в этом же матче еще едва и Хеведес не вылетел, которому засадил заболотный затылком в лоб. Теперь у него вот такой вот шрам на лбу, как у Гарри Поттера, над чем не применил пошутить твиттер-клуба. Бойцов оставалось все меньше и меньше и меньше. Я, в принципе, делал после Сочи обзорный ролик и свои мысли высказал, но в контексте матча с Байером получилось то, что обойма локомотива, она ужалась до примерно 12-13 игроков и, ну, остальные с вероятностью в 150% не вышли бы. Все, над чем можно было гадать, да, это выйдет ли у нас Эдер или выйдет ли у нас Смолов. Палыч удивил. Я был всецело уверен и, когда увидел состав, только еще больше уверился в том, что локомотив будет играть в три центральных защитника. Ну, когда на поле одновременно Чурлука, Човидас и Мурила, это как-то, ну, само собой разумеется. Да, Мурила попробовали против Спартака и Юрмалы как опорника, но где Спартак-Юрмала, который потом проиграл Чертанова 2-4, а где Байер из Ливеркузена в первом матче Лиги Чемпионов выезднул? Ну, мне казалось то, что на такие эксперименты вряд ли клуб пойдет вот прямо сходу, да, если уж надо было, то опробовали бы его с Сочи. Но Палыч хитер, Палыч оставил эту замечательную тактическую задумку до матча с Байером, и она сработала просто гениально, просто все вообще как по нотам было разыграно локомотивом. Я действительно горжусь ребятами за то, как они играли в этом матче. Вот в этом сезоне я такое же удовлетворение испытывал, когда мы играли с Зенитом на Суперкубок. Тоже максимальная концентрация, да, там были индивидуальные ошибки того же Мурила и все такое, но максимальная концентрация, максимальное перемещение, все правильно, все сдвиги по схеме, по структуре игры. Локомотив что тогда, что сегодня играл, ну, просто практически безупречно. Совсем без ошибок, конечно, никакая игра не обойдется, но все из себя по максимуму выжили, и удача нам воздала за это. По позициям, да, Гильерми в воротах получилось, справа Владислав Игнатьев, в центре Чурлука Хеведос, слева Мац и Рыбус. Дальше опорник, который между защитой и центральной полузащитой, это Мурила, ближайший, да, так сказать, к обороне. Сверху над ним Крыховик и Баринов, которые очень много помогали впереди, которые в итоге забили два гола. Но вот они отрабатывали по всему полю, и это, конечно, их позиция целиком и полностью, что Баринова, что Крыховика, они умеют играть от своей штрафной до чужой штрафной. Вот эти бокс-то-боксы, если они так будут играть каждый матч, то это будет, ну, просто шик-блеск. Спасибо большое за фоллоу, Дон Румата-13. Дальше слева играл Жоао Марио, справа играл Рифат Джамалединов. В концовке матча они поменялись местами, потому что, ну, очень уж отчетливо Байер стал давить именно в зону Рыбуся, где теоретически должен был быть Жоао Марио, но он частенько туда не добегал, не успевал или просто не хотел туда бежать. Поэтому поменял Палыч, и в концовке уже Джамалединов играл на левом фланге, а Жоао Марио, соответственно, играл справа. Ну, и единственный форвард это Федор Смолов, я, соответственно, весь состав был в голове полностью предсказан, у меня, к сожалению, не вышел ролик из-за технических проблем, но можете мне поверить, что именно такой состав я предполагал, за исключением одной позиции, это был Эдер вместо Смолова. Смолов отыграл прекрасный матч, никаких вообще вопросов нету, именно по перемещениям, по желанию игры, по каким-то вот таким вот моментам, да, сколько раз он обводил мяч, сколько он запрессинговал игроков Байера. Единственная помарка, да, это вот как он реализовывает выходы 3 в 2, два раза передачу отдал вообще просто черт знает куда, постоянно передерживал мяч в этих ситуациях, это, конечно, немножко раздражало, но никаких претензий к Феде по этому матчу, он сыграл действительно классно. Вот, но я думал то, что в этом матче мы часто будем пользоваться дальними передачами, поэтому Эдер для такого футбола приспособлен лучше, он лучше цепляется, там, лучше скидывает, и как-то вот для контратак, ну, наверное, мне Эдер смотрелся органично, но оказалось то, что мы играем вообще немножко в другой футбол, чего я никак не ожидал от локомотива, и об этом сейчас мы как раз поговорим. Байер тоже не удивил составом, и тоже только одна позиция отличалась от того, что я рассказывал в ролике про непосредственно Байер. Вместо Диммер Бая, человека, которого покупали на место Юлиана Бранта, который должен вести у них всю игру, связывать все воедино и заодно все стандарты подавать, появился Баумгартлингер, это игрок гораздо более оборонительного плана, гораздо более ограниченный в своих умениях, и это нам, ну, очень сильно на пользу сыграло, потому что, ну, Диммер Бай действительно, вот он не играл с Баруси, и они влетели 4-0, и вот он не играл сегодня с нами, проиграли Байерцы 2-1. Очень здорово, да, все-таки иногда и нам улыбается удача, в плане того, что у соперников тоже неоптимальные составы выходят, а те, кто выходит вместо неоптимальных, да, вот тоже у нас постоянно кто-то выйдет, вроде неоптимальный, вроде игрок запаса, но выдает матч всей своей жизни. Ну, сегодня Баумгартлингера вообще не было видно толком, и, к счастью, для нас Байер провел, ну, вот, очень беззубый матч, можно так это все назвать. По сути, у них не было связующего звена в центре, и очень здорово, что Локомотив построил свою игру на высоком прессинге Крыховика и Баринова. Я, ну, вообще никак не предполагал, не ожидал, что мы в Лиге Чемпионов можем играть настолько уверенно, настолько концентрированно, качественно именно в прессинге Крыховика, Баринова, подключались туда, соответственно, Смолов, Жуао Марио, Жамалединов, да, то есть все это встречали игроков как можно выше и не давали им разворачивать вот эти вертикальные атаки. Во втором тайме уже силы сходили на нет, и поэтому, ну, плюс еще изменения тактические, которые провел Бош, привели к тому, что вся игра Байера сводилась к тому, что мяч из центральной зоны грузился на фланг Рыбусе, с фланга Рыбусе шла передача в центр штрафной, где Чурлука все снимал и провел, ну, один из, наверное, лучших матчей за все время его в Локомотиве, а у него много матчей за Локомотив, поэтому говорить это довольно, весомый комплимент для Чурлуки, прямо, ну, тоже может позволять себе человек ошибаться в играх с Тамбовом, с, ну, не знаю, там, с каким-нибудь Сочи, Оренбургом, Уфой, но игра с Байером и Чурлука выдает матч всей своей жизни, в которой ему противостоят сильнейшие футболисты, Хавертс, Фолланд, Биллераби, Аларио, который тоже в сборной Аргентины стал вызываться, и он ни единый по марке не допускает, и эта игра близко к гениальной. За это, наверное, мы Чурлука и любим. Еще один человек, которого тоже очень хочется отметить, ну, я, наверное, сейчас просто каждого отмечу, потому что, ну, действительно, игра, в которой хочется хвалить и всех абсолютно расцеловать, но есть люди, которые поразили меня до глубины души, и это Терминатор Игнатьев, который весь, весь просто матч бегал по своей бровке, отдавал чудесные передачи, я не знаю, он каждый, я много раз вам показывал, да, я уверен, что сейчас, если мы откроем Хускорт, будет ровно то же самое, но в каждом матче Игнатьев один из лидеров по передачам в финальную треть поля. Не знаю, как ему это удается, он был лидером в Сочи, не со своего фланга, вообще с левого фланга, и я почти уверен, что в этом матче он тоже всех превзойдет с просто колоссальным отрывом, эти его передачи, как они постоянно доходят ювелирно, и то, что в итоге с его фланга не было вообще никакой опасности, ну, согласитесь, это безумно круто, но при этом не хотел бы очень сильно критиковать Рыбуся, да, многие тоже видел, что про Рыбуся, ну, в негативном фоне отзываются, но, на мой взгляд, Мацей тоже провел сегодня выдающийся матч, учитывая, что начиная где-то с 35-й минуты, ну, как, наверное, Байер забил свой первый мяч, Байер начал четко долбить в зону Рыбуся, они увидели, что Жуао Марио не всегда возвращается в оборону, не всегда успевает, а сам Рыбусь при этом, ну, периодически жмется к центру, что уж тут его стиль игры, который никак не исправит, наверное, человеку уже не 20 лет, он очень близко играет к центральным защитникам, и, соответственно, дает пространство на фланге, куда и забегают, и оттуда отдают передачи, но вот Байер усиленно долбил в эту точку весь матч, а второй тайм так вообще особенно, но большинство передач так или иначе были либо заблокированы, либо шли с громадным противодействием со стороны Рыбуся, из-за чего они не получались такими уж точными и акцентированными, да, ну, фактически вот единственная помарка, которая прошла, это гол Байера, который они забили, это передача с фланга, по-моему, Бендер ее делал на Орангиса, Орангис кое-как ковернул мяч, и Гильерме спокойно бы его забирал, но вмешалась нога Хеведеса, ни в коем случае не буду винить Бенедикта, да, в таком матче ты пытаешься сделать вообще все, что от тебя зависит, ну, подставил свою культяпку, к сожалению, мяч после этого улетел в ворота, бывает, не должен был этот момент заканчиваться голом, скорее уж голом должен был закончиться тот момент, в котором Гильерме себя проявил, как, не знаю, боженька какой-то, который сначала отбил удар, не помню, кстати, кого, а потом едва не внес Хавертс мяч в ворота, но Гильерме выдал прыжок, как недавно выдал Чернов, тоже вроде лежит, но при этом умудрился каким-то, какой-то частью тела оттолкнуться от земли, чуть-чуть вперед подпрыгнуть, и длинными ручищами просто сгрести мяч за линию ворот, я думаю, что одним вот этим вот двойным сейвом Гильерме просто отбил все вопросы по своему контракту, всю ту разницу, которую пришлось доплатить, когда он выбивал себе новый контракт, я думаю, что он все себе компенсировал просто одним этим сейвом, потому что победа в Лиге Чемпионов это большие деньги, действительно большие серьезные деньги, и не только сейчас, мы все говорим про 2,7 миллиона евро, которые получает Локомотив за победу в Лиге Чемпионов, но, во-первых, это будет еще дополнительный бонус непосредственно после группового этапа, у нас есть ничьи в нашей группе, уже Атлетик с Ювентом сыграли 2-2, соответственно, еще какая-то небольшая часть неразделенного пула за все ничьи отойдет победителям своих матчей, ну там сложная финансовая схема, но просто знайте, что эта победа, она цена, в том числе и с финансовой точки зрения, но я думаю, что сейчас о финансах думается меньше всего, потому что, ну это камон, это первая выездная победа за более чем 15 лет с того памятного матча в Стамбуле, когда обыгрывали Галатасарай, и тогда тоже было очень тяжело, очень сложно, и Галатасарай там забивал, играли мы на стадионе, который был явно против нас, и мы добились победы, добились ее сейчас, я на самом деле, ну не то чтобы, ну нельзя быть уверенным в победе в Лиге Чемпионов, но много раз говорил и в своих роликах, и в чате, что Локомотив стал сильнее в этом году по сравнению с прошлым годом, и все эти разговоры о том, что опыт в Лиге Чемпионов это очень важная штука, они не на пустом месте взялись, вспомните, как в прошлом году мы играли хорошо, но пропускали на ровном месте, голы абсолютно ненужные, глупые какие-то голы, что с Галатасараем, что с Шальки, что с Порту, в этом году, в этом матче с Байером, Локомотив просто не мог себе позволить пропустить какую-то глупость, и то, что год назад у нас залетало в наши ворота, а в чужие ворота наоборот не летело, в этом году уже мы смогли реализовать, и смогли отстоять свои ворота, это безумно круто, конечно, с Атлетикой, конечно, с Ювентусом будет в сто раз тяжелее, но согласитесь, когда смотришь на такой Локомотив, мне кажется, то, что этому Локомотиву прям невозможно набирать очки с Атлетикой и Ювентусом, мне кажется, что этому Локомотиву все по плечу, да, на победы, прям вот на заказные победы мы вряд ли можем рассчитывать, но если с той же степенью концентрации, с той же степенью самодачи, ребята, подойдут к матчу с Атлетикой, Диего Симеона будет гораздо сложнее, чем в 2017 году, в 2018 году, когда он приезжал, и я обыграл нас 5-1, потому что мы просто бежали тупо в атаку, в общем, я не знаю, я просто горд за этих ребят, я восхищался и наслаждался каждой минутой на поле, каждой минутой этого матча, потому что они все делали здорово, когда бывают матчи у них, как матч с Уралом, когда ничего не получается, нет, не с Уралом, с Ростовом ничего не получается, передачи идут черт знает куда, забивают нам черт пойми как, и есть в противовес этому такие матчи, как сегодня, когда ты видишь от футболистов Локомотива, то, что ты от них вообще не ожидаешь увидеть, сколько я костерил Федора Смолова, но какие он финты и виражи закладывал, когда там обводил одного, двух, пытался вырваться на оперативный простор, конечно, скоростенки не хватает Феде, но вот эти вот финты, как он пробрасывал мяч между защитников, это было, ну согласитесь, очень неожиданно и круто, ну а про умение Крыховика, я думаю, что уже можно легенды слагать, это действительно супер безумный топ для нашей команды, и как выглядит, как выясняется, и для Лиги Чемпионов тоже, как ПСЖ могло отдать такого человека, я не понимаю, и я думаю, что мы должны быть благодарны парижанам за то, что они нам отдали такого человека, ну и давайте я все-таки уж про персонали, по каждому пройдусь, потому что вот я чувствую, что незаслуженно обделяю Баринова вниманием, его гол, который стал компенсацией за неудачный удар с линии штрафной, да, с линии штрафной он пробил черт знает куда, еле-еле, а потом просто в одно касание переправил мяч мимо вышедшего Градецки, как он носился весь матч, прессинговал, пинался, цеплялся просто за любую возможность отобрать мяч, но это, я не знаю, у меня кончаются эпитеты по отношению к нашим футболистам, хочется их просто всех хвалить, хвалить и хвалить. Жоу Марио, да, сколько раз он в тяжелейших ситуациях сохранял для нас мяч, какую он передачу выдал на Крыховика, да, это же передача просто в одно касание, моментально сориентировался, развернулся и отдал передачу внутрь штрафной на вбегание к Крыховику, потом делал навес на того же Крыховика, Крыховик там рукой себе подыгрывал, когда бил, но этот навес мог пройти, и чуть-чуть бы зазевался защитник, Крыховик бы спокойно головой мяч вонзал. Да, еще не все получается у Жоу Марио, да, он не всегда возвращается назад, да, он в нескольких ситуациях потерял мяч, когда попер на троих, или просто, ну, немножко не справился со своей техникой, но все равно это уже сейчас видно, насколько классный мастер, насколько он здорово обращается с мячом, и что мы пеняли Марио, Мануэлу Фернандешу, то, что он передерживает эти мячи, вообще ничего подобного, нет у Жоу Марио, он все время старается отдать передачу максимально в темп, максимально в касание. Никого не забыл, ну, Идову, Эдер, которые выходили на последние минуты, поучаствовали только в праздновании победы, Игнатьев, Терминатор, Хеведес, хоть и забил, все равно молодец, Чурлук, один из лучших игроков матча, если не лучший, Рыбус, как мог, справился с задачей по обезвреживанию фланга, на который давил Байер, Баринов, фантастический гол, фантастическая игра, Крыховик просто безумный какой-то, Федя Смолов, хорош, но нужно добавлять в эффективности, Жоу Марио, а, Рефат же Малединов, Рефат здорово помогал в обороне, да, у него не все получалось в атаке, не всегда получалось убегать, то, что мы ждем, наверное, от Рефата, но зато в обороне он здорово помогал сначала Игнатьеву Владу, затем Мацию Рыбусу, в этом плане он очень здорово, очень четко играл именно структурно, не позволял себе каких-то лишних вольностей, и тоже создал большое количество проблем Байеру, именно в плане организации их собственной игры, конечно, мы ждем от Рефата, наверное, какой-то больше активности впереди, он все-таки игрок атаки, в этом матче, и в предыдущих матчах у него не очень с этим получалось, но, представляете, да, если в таком матче у нас есть еще игроки, которые могут прибавить, насколько велик потенциал локомотива Мурила, Мурила, я сказал в начале, да, тоже Мурила влитой просто, как влитой сел между обороной и центральной, центральной осью, центральными полузащитниками, все подчищал, и главное, дал ту самую свободу, Криховику и Баринову ходить вперед, потому что, ну, обычно, они немножко опасаются идти вперед, прессинговать, потому что, ну, сзади останется дыра, в этом матче, вот это вот решение выдвинуть Мурила из центральной зоны, зоны центрального защитника, на буквально 5-10 метров вперед, позволило и Баринову, и Криховику развязать руки, ходить вперед, возвращаться назад, потому что, ну, всегда есть Мурила, которая подстрахует, которая не даст, игрокам Байера, на скорости пройти центральную зону, если что, отберет мяч, если что, в воздухе сыграет, в общем, тоже сегодня без ошибок, сегодня понравился Мурила, здорово, прям вот, то, что надо, ну, действительно, многие просили его в опорную зону перевести, отодвинуть подальше от ворот, где у него есть возможность сделать передачу, где у него есть возможность сыграть головой, он умеет отлично играть головой, где у него есть возможность сыграть на опережении, но если он вдруг ошибется, всегда есть еще центральные защитники, которые подстрахуют, в этом плане, мне кажется, что Мурила в гораздо большей степени опорник, чем защитник, и может принести очень много пользы на этой позиции, локомотиву, или Манчестер Сити с Реалом, кстати, Реал, когда я смотрел в перерыве, горел очень сильно, в итоге сгорел 3-0, я думаю, что Зидану стоит задуматься о приобретении качественного опорника, и такой есть, есть в локомотиве, но я думаю, что миллионов 30-40 придется выложить за него. Фу! Еще, ну вот буквально пару минут, многие, наверняка многие не смотрели, но матч молодежный, Лиги УЕФА, я обязательно должен о нем сказать, состоялся в 3 часа дня по московскому времени, и в нем наша молодежка, я посмотрел в итоге всю, весь матч, пускай в ускоренной перемотке, но это просто какой-то, чудовищная какая-то несправедливость, потому что за весь матч молодежка Байера перешла нашу половину поля раза 4 или 5, и они умудрились при этом забить 2 мяча, и вплоть до 75-й минуты наша молодежка проигрывала 0-2, имея какое-то космическое количество подходов, моментов передачи в штрафную, ударов по этим самым воротам, но вот не перло. Они отыгрались, они сыграли 2-2, я сделал нарезку по этому матчу, можете посмотреть, и этими пацанами я тоже горд, следующий матч, когда он пройдет уже в Москве с Атлетика, я просто всех призываю отложить все, что у вас есть на этот день, и сходить поддержать пацанов, они играли очень круто, то есть можете посмотреть матч, он есть в открытом доступе, можете посмотреть нарезку, можете довериться моим словам, но эти ребята играли, ну вот они реально на чужом поле, с Байером превосходили на голову, если не на две. В общем, сегодня локомотивский день удался, ну а я завершаю болтать, и приступаю к чтению ваших комментариев, которых уже очень много накопилось.